Здравствуйте, уважаемые наши ученики! Мы продолжаем школу в Академии Телесно-Литерных Практик для массажистов специальной техники расслабления корпуса, чтобы были свободны руки, потому что филигранность в работе достигается тогда, когда вы одновременно можете и сильно, но при этом мягко воздействовать на тело человека. В этом мне помогут мои замечательные ученики, это братья-близнецы Симоновы. Они борцы, они рукопашники, если кому-то надо ударить по себе, это вот обращайтесь к ним. Александр и Анатолий. Очень приятно. Сейчас продемонстрируем такие техники, когда надо будет почувствовать расслабление корпуса своего. Вы должны чувствовать клиента, его напряженность мышц до такой степени, чтобы не он вам подсказывал, а вы, как персонала, ему подсказывали, где у него напряженность, где расслабленность, и при этом вы плавно входили в его тело. Ну, вот одну технику давайте с кем-то, с тобой пока покажем. Да, устанавливаем пальчиками рук, они должны быть очень чувствительны, почти не касаться друг друга, буквально там несколько миллиметров, по 1 миллиметр между ними. Теперь из нас один ведущий, другой ведомый. Ты полностью расслабляешься, плечики расслаблены, да. И вот, просто чувствую мое движение, пытаюсь их поймать, не угадать, не подсказать, а просто поймать. Вот, отлично получилось. Так, ну, а теперь вы, давай попробуете. Ну, вот, например, ведущий, ты ведомый. Мягче, мягче, это все-таки не бой-бай, не болевое искусство. Ага. Вот, ну, а вы, дорогие ученики, попробуйте найти себя с напарником, попробовать, либо просто дома с супругами, да, потренироваться, чтобы почувствовать, как расслабляется корпус. У вас должны плечи очень свободны при этом быть. Теперь меняемся. Ты ведущий, ты ведомый. Во-во-во, вот, уже вот так. Отлично, хорошо получилось. И теперь смотрите, поскольку мы занимаемся остеотерапией, то есть лечим божественную ось человека, соответственно, воздействуем на него не только снимая физическую нагрузку в корпусе, физиологическом, да, еще воздействуем на позвоночник, мануальную коррекцию, да, позвонки ставим на место, и еще воздействуем энергетически. Потому что мы сами находимся в некоторой ауре, которой невольно или специально соприкасаемся и проникаем в ауру нашего пациента. Поэтому вот эту энергетику, плюс в наших движениях, в подвижности рук, мы тоже запускаем в этого человека. Ну, давайте потенеруемся для этого. Встанем в позу кипо-дачи и попробуем почувствовать между рук, как бы такой сжатый воздух, пружинистый шарик. Он у всех будет разный. У кого-то теплый, у кого-то электрический, у кого-то резиновый. Вот шарик. Можно раздуть побольше, да? И теперь пытайтесь почувствовать его всю округлость. Мы его можем передать. Вот, например, я передал. Ты передаешь брату. Вот, вот такую плотность его ощущаете? Очень много энергетически. Вот, наши движения будут, если мы представим, что перед нами сейчас находится стол. Может, чуть-чуть отзанется сюда. Перед каждым из нас находится стол с пациентом. К пациенту мы обычно, к рабочей зоне, стоим нашим пупком, или ниже его точка танцяни, есть пациент рабочая зона, да? Но если у нас рабочая зона увеличивается, у пациента чуть больше, да? Мы развращиваем пятку и стопу чуть вперед, по центру 5 градусов примерно, и перекачиваем с ноги на ногу такие вот движения, и наша энергетика тоже идет в него. Вот мы практически вот это, вот это шарик, который сделали, да? Шарик, шарик, сформируйте. Запускаем его в человека. Да, и назад вот так. Назад возвращаясь, получается восьмерки, да? Вот такие. Также развернулись в противоположную сторону, мягко переступив. Сначала поставили параллельно в кибодачи, потом вторую стопу в другую сторону. И вот так вот запустили. Эти приемы мы, например, делаем при растирании. Когда у нас одна рука ходит достаточно увеличенно по телу человека, да? И мы практически запускаем энергию и импульс. Теперь восьмерки. Ну, вы как мастера боевых искусств знаете все эти восьмерки, да? Маленькие, большие, тени. Да, да, да. Ну, вот как вы делаете. Вот. Это очень быстро делается. Можно померить? Да, на самом деле надо померить. Ну, вот практически мы сферу крутили, да? Да, вверх тоже практически крутили, да? И то же самое, ну, так, а большие покажите. Маленькие около себя, маленькие около себя. Средние, средние и большие. Да, вот-вот. Вот, очень похоже у нас, большие. Особенно похоже на вот это наше движение специального мануального массажа, авторского, не произойденного, вот Олега Лафагудвина, когда мы используем, работе, все, от кончиков пальцев до локтей, да? У нас все под плечи работает. Поэтому мы должны надренироваться эти восьмерки, ну, вот сначала на воздухе, как бы, представляем, да, что вот есть плотное тело перед нами. И мы сначала маленькие восьмерки вот ладонями, да, по нему ходим. Потом подключаем одну руку, а другая ладонь остается. Теперь меняем эту руку, которая была полностью под предплечем, тока ладонь, вторая тока локоть. А теперь мы представим, что мы сделали восьмерку с этой стороны человека, да? А потом перешли на эту сторону. Здесь, здесь. Вот у нас ходят локти, да, уже полностью в работе. Вот чувствуешь восьмерку сет, да? Весь тело человека, вернее, тело мастера мы переносим с ноги на ногу при этом. Вот, вот, да, 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 получается. Ну, у тебя немножко из боевых. И теперь мы же еще локтями давим, да, на человека, вот. Вот этим локтям. Тоже делаем восьмерку локтями. Раз, раз, раз. Тут лопатки ходят активно. В эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. В эту сторону, в эту сторону. Ну, вот, сейчас покажу для видео, чтобы было видно, что все-таки локти у нас описывают восьмерки. Видно там, да, надеюсь? Отлично. Ну, и, соответственно, вокруг стола мы тоже передвигаемся с помощью эргономических движений, достаточно простых, пружинистых при этом, потому что тело пациента может быть выше-ниже, да, мы должны вокруг него достаточно оперативно передвигаться. Для этого есть техника, ну, пока без рук, из, ну, вот сюда поставим, из Багава Цигун. Встали в Киба-Дачи, да, развернули одну ногу так, чтобы отцепь лодерации была вперед, и вот мы переносим весь тело на нее. Рабочая нога, на которой чаще всего весь тело, та, которая находится прямо по оси нашего взора. Если нам надо перенести в положение, поменять, да, переносим ногу сюда, и идем, например, вперед. Сразу сзади нога развернулись по целых градусов. Поднесли вторую ногу, отошли вбок. И так же можно и в другую сторону. Получается, вот мы ходим по такому некому квадрату примерно сантиметров, ну, сколько шаг у нас? 70 сантиметров до метра. Да, вот попробуйте попередвигаться. Практически. Ну да, тут особого умения не нужно. Единственное, что шаги более плавные, да, вы не перешагиваете вот так, да, а плавно по земле, вот на практически другую шутку, вот так раз, весь тело перенесли, с пятки на носок это вставили, да, там вы подошли, подошла нога, раз, и в другую сторону развернулись. В эту сторону, в эту. Ну, в общем-то, да, я вижу, все, отлично получается. Тем более есть практика боевых и сгуст. Так что потренируйтесь обязательно. Мало того, что вы знаете технику массажную, да, но еще важно знать эргономическую технику мы еще в других видеороликах тоже покажем, как сохранить эргономику нашего тела, чтобы мы меньше уставали во время работы, меньше потели, и больше уделяли внимание пациенту, чем, ну, отвлекали его заботы там о себе. Ой, споткнулся, ой, ударился там, ой, масло пролил, да, чтобы вот этого ничего не было. У нас должна быть, ну, как сказать, чихи-пихи, и готова. Так, об этом, естественно, в следующих роликах мы вам расскажем. А сейчас с вами были Олег Алабудвин и братья Симоновы. Дайте пять. Поехали. 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 Поехали.